Добрый день, друзья! С вами Сергей Строконь, политический обозреватель с комментарием на портале Москва-Баку. Поиск ответа на вопрос, чего до сих пор не хватало армяно-азербайджанскому регулированию, почему оно забуксовало и стало сползать к пропасти, привел к неожиданным результатам. В Армении пришли к выводу, что на границе с Азербайджаном в новом году необходимо срочно разместить гражданскую миссию международных наблюдателей. Для чего? По официальной версии, чтобы следить за ситуацией, способствовать процессу делимитации границы, выявлять очаги напряженности и в целом содействовать стабилизации в приграничных районах. Согласитесь, звучит вполне обнадеживающе, но если только не вдаваться в детали, детали, в которых вся суть. Беспристрастные, авторитетные, объективные арбитры в самом деле, наверное, могли бы внести свой вклад в деэскалацию. Но кто же с этим, друзья, будет спорить. И, к слову сказать, своих наблюдателей в приграничные районы с Азербайджаном давно ведь готова отправить организацию договора о коллективной безопасности, в которую входит Ереван. Но вот здесь одна за другой начинают всплывать те самые смыслоразличительные детали. Фокус в том, что наблюдатели ОДКБ приглашения приехать в республику так и не дождались. Как выяснилось, армянской стороне нужны не просто наблюдатели, а наблюдатели особые, наблюдатели европейские. Почему? Made in Europe для кого-то и в этом вопросе знак высочайшего качества. Вот может быть поэтому, потому что европейские значит качественные. Будем считать так. Сообщение о том, что главы МИД ЕС одобрили, создание гражданской миссии в Армении, которая в ответ на просьбу Еревана будет осуществлять плановое патрулирование, будет представлять отчеты о ситуации и тем самым якобы способствовать нормализации, стала главной горячей новостью этой недели. По-другому и быть не могло. Обсуждают эту новость как на Южном Кавказе, так и далеко за его пределами. И судя по прозвучавшим заявлениям, в состав миссии войдут не менее ста представителей Евросоюза. И вот здесь, друзья, вот здесь всплывает вторая важнейшая смыслоразличительная деталь. Внимательное прочтение текста документа Евросоюза о мандате наблюдателей заставляет сразу же задаться вопросом. А вот если честно, вот в самом деле лето гражданская миссия, ее структура и декларируемые задачи наводят на мысль о том, что формально гражданская миссия по сути скорее, вот если смотреть в корень, по сути скорее напоминает такой закамуфлированный военно-полицейский контингент. А если мы с вами пойдем по персоналиям, то и руководство миссии, которую должен возглавить немец Маркус Риттер, глава полиции города Штутгарт. И ее члены в своей массе это отставные военники или сотрудники спецслужб разных стран Запада. И вот, друзья, вот эта команда, как мы с вами видим, скажем так, выиграла политический тендер у миссии ОДКБ, потому что едет в Армению именно она. Так, идем дальше, продолжаем мы с вами распутывать вот этот клубок. Ведь это будет не первая такая миссия. Дебют европейских наблюдателей в Армении в приграничных районах с Азербайджаном произошел осенью прошлого года. После того, как в октябре главы МИД стран ЕС на своем заседании в Люксембурге приняли решение направить в Армению 40 своих наблюдателей, в конце октября миссия была развернута и приступила к работе. Ее мандат был рассчитан на два месяца и истек этот мандат 19 декабря. И Азербайджан, кстати, тогда и не возражал против этой миссии. И тогда мы с вами эту ситуацию разбирали, если вы помните, мы пытались понять, какую такую лепту в будущий мир на Южном Кавказе могут внести вот эти почтенные европейские джентльмены в одинаковых голубых жилетках, вооруженные бинокли, и что они вот в эти бинокли там смогут высмотреть. И вот, друзья, два месяца их работы пролетели быстро. Вот какие-то признаки того, что миссия принесла хотя бы минимальную пользу, пользу для нормализации ситуации, обнаружить сложно, обнаружить вообще невозможно. И при этом, вот именно во время нахождения так называемых европейских гражданских наблюдателей, в Армении ускорилась деградация ситуации с безопасностью на границе. И кроме того, именно в это время, обращаю ваше внимание, Евросоюз заметно активизировал свою роль на Южном Кавказе. И роль эта оказалась не со знаком плюс, а со знаком минус. В конце прошлого года, в начале этого года, на Южном Кавказе вообще началась такая активная игра по-крупному, я бы так сказал, целью которой стали в начале размывание, затем выборочное выполнение трехсторонних договоренностей ноября 2020 года, и, наконец, торможение и срыв работы над мирным договором между Ереваном и Баку. И добавьте ко всему этому еще, конечно, мощную антиазербайджанскую риторику, которая исходила прежде всего именно из Евросоюза. Случайно ли то, что вот все это происходило во время нахождения первой миссии европейских наблюдателей в Армении? Здесь, конечно, согласитесь, есть над чем крепко задуматься. А вот в новом году выяснилось, что вот этой первой европейской миссии было мало, и оказывается, нужна еще одна миссия, причем в два с половиной раза больше, потому что в первой было 40 человек, здесь будет уже 100 и мандат, второй это уже не два месяца, а целых два года, представляете? И вот на фоне всех этих событий, побывавший на этой неделе с визитом в Ереване специальный представитель ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса Грузии, Тойва Клар, встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. И по итогам переговоров была подчеркнута, как было заявлено, важность решения о размещении миссии Европейского Союза на армяно-азербайджанской границе. И как пообещали Тойва Клар и Никол Пашинян, миссия будет способствовать стабильности и безопасности в регионе. Никол Пашинян также пожаловался европейскому представителю на Баку, он сообщил о гуманитарном кризисе в Карабахе в результате блокирования Лачинского коридора. И вот он убеждал европейского гостя, что с каждым днем там ситуация становится все хуже, и школы, детские сады не функционируют. Учреждения здравоохранения испытывают острую нехватку лекарств и сталкиваются вообще с серьезнейшими проблемами. Кроме того, по его словам, со стороны Азербайджана перекрыта подача газа и есть проблемы с подачей электроэнергии. И кстати, обращаю ваше внимание, что о якобы имеющем место в гуманитарном кризисе на этой неделе с главой МИД Армении Раратом Мерзияном говорил и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. В общем, друзья, из всего вот этого, что я перечислил, как бы напрашивается вывод, что и в Карабахе, где находится российский миротворческий контингент, были бы очень нужны европейские наблюдатели. Вот только кому они нужны? Давайте назовем вещи своими именами. Приглашение так называемых гражданских наблюдателей Евросоюза в Армению стало очередным демаршем или жестом в пику России. Москва не могла не отреагировать и отреагировала весьма жестко. В заявлении российского внешнеполитического ведомства отмечается, что в Ереване, не доведя до логического конца работу по направлению миссии ОДКБ, предпочли сделать выбор в пользу ЕС. В МИД уверены, что попытки Евросоюза любой ценой закрепиться в Армении, потеснить посреднические усилия России, способные нанести ущерб коренным интересам армян и азербайджанцев, в их устремлениях возвращения к мирному развитию региона. И в российском дипломатическом ведомстве также отметили, что появление в приграничных районах Армении представителей Евросоюза, который переродился в приданок США и НАТО и проводит на пространстве СНГ конфронтационную политику, лишь обострит ситуацию в регионе и привнесет в него геополитическое противостояние. Москва также дает понятие, что в случае, если у армянских союзников сохраняется заинтересованность в задействовании потенциала ОДКБ, ее миссия может быть оперативно развернута в Армении. Но, если представить, что Ереван вдруг с опозданием согласится еще и на миссию ОДКБ, вот как тогда будут соотноситься между собой эти две миссии? Европейская и миссия союзников Еревана на постсоветском пространстве. Учитывая враждебные отношения России и Запада, это будет еще одна конфронтация. Ситуация фантасмагорическая, но возникающая неизбежно, когда один союзник России пытается усидеть на двух стулех. Это был Сергей Строконь, политический обозреватель с комментарием на портале Москва Баку. До новых встреч, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok